Туя Западная Брабан Двухлетка Здравствуйте уважаемые друзья, продолжаем обзор нашего интернет-магазина питомника Хвойный дворик. В этом видео у нас Туя Брабан Двухлетка. Туя Брабан Двухлетка. Ну вот сеянцы, в принципе вот один сеянец. Корневая у него очень хорошая. Тоже 18 сантиметров, как и колонна у нас. Ну примерно от 10 здесь тоже есть. И такие посылаем 10 сантиметров. Туя Западная Брабан идет в основном на изгороди, на фигурные стрельки. И так в принципе в одиночных посадках довольно красивая. Растет очень быстро. Туя Западная Брабан неприхотлива. То есть растет в год примерно по 30-40 сантиметров, а где и 50. Да, она не такая, как колонна набитая. Но вы видите, да, в разные стороны. И тут сразу заметно. Отличить от той колонны ее можно. Вот такие лопухи у нее нарастают. Ну это со временем формируется и поверьте, они такие красавцы бывают. В особой популярности он не пользуется, потому что, ну, раскидистый. Его надо постоянно подстригать, чтобы держать в форме, в отличии от той же колонны. А растение очень хорошее само по себе. Из него я делаю и шарики, и изгороди, и этажерки, и просто фигурки. И, ну, на изгороди, да, хорошо идет, все же повторяю. Растет высоко, до 5-6 метров. Ну, такой, хороший, красивой пирамидой. Как ель, в принципе. Только в Туре это получается. И тоже неплохо смотрится где-нибудь в поле, например, в одиночных посадках. Если за ней ухаживать, где следить. Морозов не боится, до 45 градусов удерживает Морозов. Более неприхотливой, чем все другие западные Туи. Вообще, Туя западная, сам вид Туи западной очень-очень неприхотлив. Если вы услышали Туя западная, то это неприхотливой значок. Ну, наверное, на этом обзор Туи Брабант двухлетки, я думаю, закончен. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хонин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всего доброго, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок